Михаил, а если слушаешь мужчину, и он рассказывает о своих начальниках по жизни, в скобочках различных, обо всех говорит, что они какие-то ужасные, тираны, недоделанные, глупые, и о женщинах-начальницах также. Были и гомосексуальные начальники, тоже повод быть недовольным. И мужчина не уходит от таких начальников. Вот показатели. Мало ли кто что говорит. Главное, кто как поступает и действует. Хотя, устраиваясь на работу, не знает, какой будет начальник с работы, не увольняется. И все время недоволен таким начальством. Это может говорить женщине о том, что стоит насторожиться с таким мужчиной. Это может говорить женщине о том, что стоит насторожиться с таким мужчиной. Но он негативный, он негативист. Ему все плохие, все козлы, все глупые, все твари. Но я остаюсь, я ничего не делаю. Это они плохие. А я, со мной случается эта жизнь. Я на нее не воздействую. А он-то где? Ну хорошо, даже если это так. Вот все козлы плохие, пидорасы, уроды, глупые. Ну так сделай что-нибудь с этим. Ты-то где сам? А я скажу. Так он такой же. Вот она подстройка снизу. Он снизу. Мазохист, ноет, жалуется. А эти типа сверху. По праву просто иерархии в организациях, в профессиональных сообществах. И он это дальше продолжает. Значит, он просто снизу, а не сверху. За то, что он снизу, как мазохист, это терпит и не увольняется, он имеет право. Вот она, индульгенция истинного инвертированного нарцисса. Он имеет право тогда критиковать и нападать. Вы меня абьюзите, я не ухожу, чтобы иметь право вас критиковать. На вас нападать, вас очернять, вас как бы таким образом принижать и уничтожать за глаза. Или как-то. Это как в семьях. Вот эта женщина какая-нибудь, жертвочка, да? Она позволяет над собой издеваться. Например, своему садисту, мужу, психопату. Только за то, чтобы потом ходить по подругам, родственникам, к своим детям родным. И жаловаться, какой он урод, какой он козел, какой он алкаш, какой садист, не мужик, тварь, мразь. И ничего не делать. Десятилетиями жить. Чтобы, еще раз повторюсь, конструкция, механика какая? Я терплю для того, являясь мазохистом и жертвой, для того, чтобы для кого-то являться садистом. Они жалуются, строят из себя страдальцев, ноют. Это что, не насилие? Ваш адрес тех, кто это слушает в итоге. Это, в первую очередь, касается детей в таких парочках. Она будет приседать на уши своим детям, и это будет форма чудовищного насилия к ним. Понимаете? Чтобы заслужить право, тиранить таким образом своих детей, жаловаться, выставлять себя жертвой и претендовать на собственное спасение этими детьми и так далее, по списку. Она терпит насилие подонка. Подонков. Она, я говорю, там, жена гипотетическая. Грандиозный нарцисс, нарцисс инвертированный, скрытый. Это один и тот же диагноз. Так же и ваш этот мужчина, который терпит, зарабатывает это право, будучи мазохистом снизу, чтобы для вас, который, он это высказывает, всю эту дрянь, эту грязь, это дерьмо, стать садистом, он в этот момент садистирует вас, будучи рассказчиком такого гнусного вот этого говна. Понимаете? Вот и все. Вот зачем он там остается? И вот он зачем терпит? И вот зачем 20-30 лет такие женушки, мамаши живут с садистами, алкоголиками, безработными, сидельцами, выблитками? Зачем? Чтобы иметь право издеваться над вами по цепочке. А я что? А я жертва. Пожалейте меня, спасите, оправдайте, дайте денег, полечите. Но только это в мужском обличье и в рамках работы он это делает. А чего он не уходит? Задайте ему один простой вопрос, чтобы ответить на все вопросы, или, скажем, чтобы дать ему понять, кто вы, что вы разбираетесь в вопросе, что вы не допустите такого отношения к себе. Вы понимаете, кто находится перед вами в его лице. А вы, так же, как стоит задавать вопрос таким женушкам, вот этим женщинам, которые терпят всю жизнь, оправдывают, защищают вот этих подонков своих, что родителей сначала, что мужей, что потом они воспитывают таких же там сыновей, вот этих золотых, тоже развращенных. Им нужно, чтобы рядом с ними был подонок, мразь конченая. Если нету, рожу и выращу из него эту мразь, увидев в лице золотого ребенка. Чтобы заиметь право, повторяться не буду, почему не уходят такие женщины или мужчины, такое тоже бывает, и почему ваш знакомый, жалобщик, не уходит с таких работ? А я вам уже ответил, почему. Работа недоволен, считает, что из-за начальника такого, все, в том числе и зарплата маленькая. Но нет, ну это совершенно инфантильная позиция, безответственная. Значит, недоволен работой, это все из-за него, он оказался как-то на этой работе, что он во сне находился в коме, в невменяемом состоянии, он как-то на эту работу попал, значит, он на это согласился, значит, ответственность все-таки на нем лежит. Все из-за него, и в том числе и зарплата маленькая, и то, что он недоволен, но ничего не делает, это все его, конечно же, результат его поведения и образа жизни. А перед этим образа мыслей, а перед этим той самой психики детской. понимаете? А откуда она детская? Потому что родители в семье его кастрировали, и он остался на уровне, я говорю, 5 лет. Это вы, это вы. В детском саду так, или первоклассники так себя ведут, это вы, это ты плохой, это ты мне двойку поставил, это не я не выучил, это ты плохая учительница. Это вы там сменку требуете на входе, а у меня ее нет. Это вы плохие, потому что вы требуете, а не потому что я ее дома забыл. Понимаете? Это совершенно отсутствие причинно-следственных связей, как у детей. Но для детей реальных это нормально, они пока могут не соотносить что-то во взрослом мире. А ему-то сколько лет? Все ему нравится. Ему нравится, что его там дрочат, и что нет никаких денег, и что он имеет право ныть вам, ссать в уши, не только вам, всем рассказывать, какой он Иисусик, страдалец за грехи человечества. Понимаете? Его все устраивает. Это очень легко можно подтвердить и проверить у любого человека. Если человек что-то не меняет, в своей жизни, значит, его это устраивает на самом деле. Что бы он ни говорил вам. Он может какие-то вещи осознавать, отложить, пока поставить галочку, да, понимаю, но осознанно откладываю. Сейчас нет возможности решить этот вопрос. Работаю над этим, но не откладываю. Пока это не получается по определенным объективным причинам. Такое может быть. Но в принципе, если человек особенно ноет, прям открыто озвучивать свои претензии, негодование, неудовлетворенность, но ничего не делает, значит, его это устраивает. Это те самые люди, про которых я в том числе говорю, что недострадали до терапии. Недострадали. То есть, у вас не так, чтобы, ну, как бы, попка подгорает, что вам действительно надо. У вас, как бы, так, ну, как бы, ну, не, ну, в принципе, ну, как бы, вот какой это? Маленькая зарплата, ну, в принципе, он же живет на нее как-то. На маленькую. А раз он живет.